Алиэкспресс Алиэкспресс вы найдете в описании. Устраивайтесь поудобнее, ну а мы начинаем. Первый участник топа это не получивший должного внимания процессор AMD Ryzen 5 5500 с 6 ядрами, 12 потоками и современной архитектурой Zen 3. Он производительнее предыдущего поколения в виде Ryzen 3 600, но примерно на 15% отстает от куда более популярного Ryzen 5 600. Отставание производительности при близких частотах и идентичном количестве ядер и потоков связано с объемом кэша. В Ryzen 5 500 кэша третьего уровня только 16 мегабайт, хотя у его старшего брата вдвое больше, 32 мегабайта. Еще один его недостаток отсутствие поддержки PCI-Express 4 поколения, он работает только с PCI-Express 3.0. При этом процессор отлично разгоняется по частотам и по оперативной памяти, а еще он достаточно холодный, поэтому подойдет для установки даже в самую бюджетную материнскую плату на АМ4 сокете без радиаторов на цепях питания. Как результат получается очень экономная сборка с высоким уровнем производительности. Интересуетесь компьютерным железом, сборками, подбором комплектующих и периферии? Тогда вам точно по пути с девайсом. Подписывайтесь на канал и не забывайте про колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Core i3-12100F – это лучший выбор для бюджетной сборки на платформе Intel с современным железом. Процессор предлагает 4 ядра и 8 потоков при очень низком энергопотреблении. При этом в плане игровой производительности он находится на уровне 6-ядерного i5-10400F. Правда, в рабочих задачах с высокой нагрузкой на ЦПО он все же уступает из-за меньшего количества потоков. Преимущество низкого энергопотребления заключается в том, что процессор будет отлично себя чувствовать на буквально любой материнской плате с сокетом LGA1700. Даже с самой бюджетной на H610 чипсете. На охлаждении тоже можно сэкономить, но также есть запас под апгрейд. Ведь в будущем, не меняя материнскую плату, можно перейти на более производительный 6-ядерный i5-12400F. Правда, в таком случае желательно брать кулер с небольшим запасом. Да и сам процессор будет работать не на полную мощность из-за ограничений материнской платы. Думаете ли вы о будущем возможном апгрейде, когда планируете сборку компьютера? И готовы ли чуть переплатить в моменте, чтобы дальнейшая замена комплектующих была проще? Отвечайте в комментариях. AMD Ryzen 5 5600G стал настоящим хитом продаж в момент своего выхода. Из-за майнингового бума и неадекватно высоких цен на видеокарты. Все дело в том, что это современный 6-ядерный процессор с интегрированным графическим ядром Radeon Vega 7. Которая по уровню производительности практически нагоняет дискретную видеокарту Nvidia GeForce GTX 1050 Ti. На его базе можно собрать компактную и бюджетную сборку, способную запускать даже современные игры в Full HD. Единственное важное условие – это высокочастотная оперативная память в двухканальном режиме от 3200 МГц, чтобы интегрированная графика раскрылась на полную. В плане процессорной производительности Ryzen 5600G практически полный аналог Ryzen 5500, про который мы рассказывали в самом начале. Минусы у него идентичны – малый объем L3 кэша и отсутствие поддержки PCI-Express 4.0. У девайса есть собственный телеграм-канал. Помимо уведомлений о новых видео, там выходит эксклюзивный контент, сравнение, обзоры, подборки и многое другое. Подписывайтесь, ссылка в описании. AMD Ryzen 5 5600 – очень удачный процессор 22-го года выпуска, который сохранит свою актуальность ближайшие 3-4 года, и это как минимум. Он имеет 6 ядер, 12 потоков с частотой до 4,4 ГГц и разблокированным множителем для разгона. Как я и говорил ранее, по уровню производительности он превосходит Ryzen 5500, и как следствие Ryzen 5600G, но не имеет встроенной графики. При этом поддерживает PCI-Express 4.0, который через несколько лет при апгрейде видеокарты может оказаться очень актуальным. Для такого процессора желательно брать материнскую плату на чипсете B550 или даже X570, если попадется выгодное предложение. В плане охлаждения ему подойдет башенный кулер с заявленным теплоотводом от 100 Вт. Если вас заинтересовал один из процессоров, то загляните в описании под видео. Там мы оставили ссылки на проверенных продавцов с площадки Алиэкспресс. Обратите внимание, что на странице товара могут быть промокоды или скидочные купоны для выгодных покупок. AMD Ryzen 7 5700X более универсальный процессор, ведь в отличие от предыдущего у него не 6, а 8 физических ядер и 16 потоков соответственно. Он будет лучше себя проявлять в рабочих задачах и дольше сохранит свою актуальность. При этом в плане энергопотребления ничем не отличается, а значит ему хватит и башенного кулера. Если вы хотите собрать простую игровую сборку для Full HD на несколько лет, то вам хватит и Ryzen 5 600. Но для более серьезных сценариев использования или большего запаса на будущее, стоит рассмотреть к покупке AMD Ryzen 7 5700X. Он тоже имеет разблокированный множитель и поддержку PCI-Express 4.0. Intel Core i5-13600KF – один из лучших игровых процессоров на рынке в настоящий момент. По выдаваемому уровню FPS при равных условиях он практически идентичен куда более дорогим i9-13900K и Ryzen 9 7 950X. У него 14 ядер, только 6 из которых производительные, а остальные 8 энергоэффективные и 20 потоков. Если вы планируете пользоваться процессором в стоке или с андервольтом, то хватит хорошего башенного кулера. Но для разгона все же лучше взять трехсекционную водянку. Кроме того, для i5-13600KF предпочтительно материнская плата на Z790 чипсете с качественной системой питания. Ну вот мы и добрались до последнего участника топа, уже старенького, но все еще актуального Intel Core i5-10400F. Этот шестиядерный процессор можно покупать только в двух ситуациях. Когда у вас уже есть сборка на сокете LGA1200, но с более слабым процессором, например i3-10100, или когда у вас есть возможность купить подходящую материнскую плату по выгодной цене. В остальных ситуациях AMD Ryzen 5 5500 или Intel Core i3-12100F будут предпочтительным выбором. i5-10400F предлагает шесть ядер и 12 потоков, а его производительности хватит для видеокарты уровня NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti или AMD Radeon RX 6700. На этом наш топ лучших процессоров с Алиэкспресс подходит к концу. Повторюсь, если один из предложенных вариантов вам понравился, то ссылки на покупку у надежных продавцов вы найдете в описании. Ставьте лайк на видео, если оно было полезным и помогло вам с выбором. В комментариях пишите свои мнения и задавайте вопросы. Подписывайтесь на канал Девайса и включайте колокольчик. Хочу выразить огромную благодарность за просмотр и поддержку. Впереди много интересного контента. Еще увидимся!